Татьяна Черниговская. Лекция «Зачем нам влезать в чужой мозг?» Добрый вечер. Я вот думала, вот как бы обозначить, о чём, собственно говоря, моя речь будет. Потому что это названо так игриво, прямо скажем, я даже не помню, кто придумал это название. Но это отчасти такой философский взгляд на вещи будет, отчасти это полезно каждому знать, потому что мы общаемся друг с другом, ну, в общем, я постараюсь рассказать. А от некоторой части, это как я уже сегодня придумала, это в честь Алисы в «Стране чудес» и в «Зазеркалье», потому что 150 лет, как была выпущена эта книжка. И вот вчера по каналу «Культура» в программе «Наблюдатель» у Фёклы Толстой была передача, где я участвовала. Только я сама эту передачу не видела, потому что я в это время преподавала в университете. А вечером, когда её повторяли, я ехала в Москву, поэтому я не знаю, чего вышло. Но когда мы записывали её, мы очень веселились и радовались. Но вы увидите, что это не солянка сборная, а тут смысл некоторый есть. Ну, хорошо. Значит, вот здесь изображено, это камень, и на нём отпечаток древнего животного. Почему вдруг камень? Потому что мы привыкли все, мы исходим из того, что какая-нибудь коммуникация любой степени сложности, маленькая или большая, она, возможно, с живыми существами, и желательно с существами нам равными, то есть с людьми. Ну, во-первых, и с людьми-то мы договориться не можем, потому что никто ни в чью голову влезть не может, если к названию обратиться. А во-вторых, только ли с живыми существами мы коммуницируем. Например, если обратиться к камню, который находится на противоположном конце от всего живого, вот если взять континуум, вот как бы здесь люди, здесь дальше все остальные, а потом по убывающей, мы доходим до неодушевлённых предметов. Так вот, с неодушевлёнными предметами у нас, возможно, коммуникация? Они вообще несут какую-нибудь информацию или нет? Вот попробуем на этой опасной территории потанцевать. Вот есть такой, ну, кто семиотик или чем-нибудь интересуется, возможно, слышал о таком авторе. И вот он, видите, пишет, что полярная противоположность человеку во Вселенной, камень, возможно, говорит самым убедительным языком. Живя дольше, чем всё живое, но сам того не зная, вот сам того не зная, это важно. Он напоминает, именно такова цена вечности. Тут я на секунду остановлюсь и вспомню Юрия Михайловича Лотмана, который в другой связи не про камни, конечно, хотя отчасти и про камни, как сейчас будет видно. Он, ведь его идея заключается в следующем, что в тот момент, когда нечто произведено, там, творцом, но не с большой буквы, а с маленькой, то есть художником, поэтом, вот это то, что все эти семиотики называют текстом, а текст – это не то, что буковками написано, а любое сообщение, оно начинает жить своей жизнью. То есть оно начинает накапливать информацию, оно меняется. Это как бы вот родил, и всё, и ты теряешь власть над этим. Вот эти плоды, созданные, они начинают жить сами. Как я вот уже не раз говорила, мне самой надоел этот пример, но я его всё равно приведу. Ни Чайковский, ни Лебеди не виноваты в том, что когда случился путь, то при включении телевизора мы видели Лебединое озеро. Понимаете, если сейчас мы включим, не дай бог, телевизор, и там пойдёт Лебединое озеро, которое будет идти сутки, то мы заволнуемся, по крайней мере, те, кто помнит. Так я к чему говорю? Оно навечно отравлено этими событиями. Как вообще все объекты, независимо от того, живые они или не живые, отравлены теми контекстами, в которые они попали. Они накапливают информацию, живут своей жизнью. Поэтому постмодернисты, которых я, надо сказать, не люблю, потому что, ну, надоело как бы, вот, они говорят, что вот если, скажем, мы сядем и просто ручкой, а лучше, чтобы артистизм был, чтобы это был не компьютер, там, cut and paste или что-нибудь в этом духе, а ручечкой возьмём и напишем Евгения Онегина, просто перепишем, то это будет другое произведение, потому что в него вложен, так сказать, другая акция вложена. Но это всё в кавычках, с подмигиванием, как всегда бывает у постмодернистов. Но я, собственно, речь моя к тому, почему я сказала, что отчасти это философская будет у нас беседа сегодня. Объекты и субъекты есть, то есть объект, он невинен, он молчит, у него есть информация или его информация зависит от того, кто его читает.